Уже несколько дней весь мир обсуждает состоявшийся в Мадриде саммит НАТО. На этом саммите состоялся настоящий переворот в мировой политике, ведь Россию чуть ли не официально признали главным врагом НАТО. Россия представляет самую серьезную и непосредственную угрозу нашей безопасности, хотя в предыдущей концепции Россия была стратегическим партнером. А также на саммите было решено принять в НАТО Швецию и Финляндию. Но знаете, самое интересное произошло даже не на саммите, а за несколько дней до него. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, скажем мягко, начал чудить. Сначала пошли угрозы ядерными ударами по Швеции и Финляндии за вступление в то самое НАТО. У России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции. У Сармата по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая. Это мелкое гопничество и хулиганство, полностью соответствующее масштабу личности господина Рогозина. Он считает это очень остроумным пиаром. Он считает, что это классно и прикольно. А после этого Роскосмос опубликовал сообщение, в котором пригрозил остальным странам мира. И даже опубликовал координаты главных стратегических объектов. Штаб-квартиры НАТО, Белого дома, Пентагона и других объектов на территории стран-участниц. Сегодня в Мадриде открывается саммит НАТО, на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом. Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией, до 2030 года Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых центров принятия решений, поддерживающих украинских националистов. Это далеко не первые угрозы с уст российской политической и даже медийной верхушки. Все началось с самого Путина, который открыто заявил о возможном ядерном ударе. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Сам Путин когда-то говорил очень правильный принцип. Очень жаль, что его собственное окружение не выучил и сам он, по-видимому, забыл. Он говорил, подняв кулак, бей. И вот запад точно в этой ситуации, если он поднимет кулак, он ударит. А эти просто размахивают этой дубинкой по голове. И ударят они только по своей собственной тухой башке. Ну а следом за Путиным с угрозами начали выступать и российские пропагандисты, а также купленные блогеры. Лично я считаю наиболее более реалистичным путь Третьей мировой. Ну потому что зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, зная, как вообще здесь все устроено, это невозможно. Ну то есть нет вообще шансов, что мы просто сложим лапки и скажем, вы знаете, не получилось. Невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что ну что, значит так. Но мы-то в рай. Да. А они просто в духу. Варианта, где проиграет Россия, не существует. Если что-то пойдет не так, то мы помнем все. Уж извини. Глава Роскосмоса Рогозин, как говорится, тоже решил не пасти задних. Одним из первых именно он доложил Путину, что никакие санкции не повлияют на ракетную мощь России. И Запад еще горько обо всем пожалеет. По двигателям я вам докладывал, естественно, мы их экспортируем, поэтому здесь вообще никакой зависимости быть не может. У них есть зависимость от нас, а не у них. А у нас от них. Дальше он начал ходить по пропагандистским программам и уверять, что российских ракет хватит, чтобы стереть с лица земли всех неугодных. Но это надо вырезать, эту гангрену, иначе нам конец просто. Нам, вообще, всему славянскому миру, всему русскому миру. Эти фантомные боли и эти аппетиты, они инспирируются англосаксами, но их всех, как это было неоднократно в истории, будут ждать страшного разочарования. Ну и на пике своей сомнительной оригинальности Рогозин даже начал записывать стихи с угрозами и ракетными запусками на фоне. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах? Это родина моя. Всех люблю на свете я. Ну а далее Рогозин, видимо, решил, что НАТО очень испугается его очередных ядерных угроз и откажется проводить саммит. Рогозин вдруг обнаружил, что в его спутниковом хозяйстве есть, значит, эти спутниковые снимки, хотя есть они у нас в любом телефоне, что у нас у всех есть Google Maps. Но вот он, по видео, вот только прочувствовал о том, какую на самом деле интересную компанию он возглавляет, что у него есть такие снимки. Как соревноваться с Элоном Маском он уже не способен, а убегались в соцсетях – это пожалуйста. Вот только эксперты уверены, что все эти угрозы уж больно похожи на старую притчу о мальчике, который кричал «волки». Последнее китайское предупреждение. Люди же не самоубийцы, они просто считают, что вот такие сейчас, значит, правила игры. Они тем самым уже обесценили это. То есть если еще сначала все боялись, сейчас понимают, что это просто трех языков. К слову, представители западных стран вообще никак не отреагировали на громкие заявления Рогозина. А что может Плата в этой ситуации сделать, спрашивается. Вот что угрожает в ответ, но они себя поставят тогда на одну доску с этим хулиганьем и шпаной. Конечно, они этого делать не будут. Но у них ракет тоже вполне достаточно. Потому что они ответственные люди, они понимают, что такими вещами не шутят. И сколько бы российские террористы не сыпали пустыми угрозами, Запад не пойдет у них на поводу. И после всего содеянного в Украине этим военным преступникам будут рады только в одном месте. На международном трибунале.